Филиал БНТУ Солигорский горнохимический колледж – уникальное в своем роде образовательное учреждение. Вот уже шесть десятилетий здесь готовят специалистов горнодобывающей и горноперерабатывающей отрасли. Возможность получить интересную и необычную профессию, а затем и хорошую работу, ежегодно привлекает в Солигорск абитуриентов из разных городов Беларуси. Владислав приехал поступать в колледж из Березы, что в Брестской области. Город понравился, условия учебы и проживания устраивают, теперь надеются, что будет зачислен на выбранную специальность. Разработка месторождений полезных ископаемых, рудных и нерудных полезных ископаемых. Почему именно это? Не знаю, привлекла меня. Это его выбор, поэтому мы с ним согласны. Мы долго к этому шли, но решили, что раз сын выбирает такую профессию, значит, это его путь. Абитуриенты приезжают также из Петриковского и Любанского районов, но немало и солигарчан, которые решили связать свою профессию с горным делом. Виолетта намерена пойти по стопам мамы и стать специалистом в области переработки горно-химической продукции. Освоить такую специальность на уровне среднего специального образования можно только в Солигорском филиале БНТУ. Обогащение полезных ископаемых. Ну, по-моему, там только две для девочек. Ну, это, я считаю, как-то более, которое получше. После девятого класса как-то куда-то отпускать еще и страшно. Может, после одиннадцати, как дети в Минск уезжают. А так я училась, работаю, посоветовала, что есть неплохие специальности, чтобы она попробовала. Понравится, не понравится, потому что сама еще не определилась. Поэтому будем пробовать. В этом году колледж планирует набрать 275 новых учащихся по девяти специальностям, среди которых разработка месторождений полезных ископаемых, электроснабжение, эксплуатация горнодобывающих и горноперерабатывающих машин и оборудование, а также предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций. Набор увеличили на 25 человек за счет открытия дополнительной группы по такой востребованной специальности, как горные машины и оборудование. Учащихся набирают и после девяти, и после одиннадцати классов, на заочную и дневную формы, на уровень среднего специального и профессионально-технического образования. Все подробности советуют искать на сайте колледжа. Можно всю информацию посмотреть практически, ну будем говорить, в онлайн, у нас на сайте, можно пройти по ссылке от сайта официального БНТУ, или же можно набрать, в общем-то, непосредственно наименование нашего колледжа и пройти сразу на главной странице, у нас там будет ярким написано «Приемная комиссия-2022», и там есть закладочка «Битериенту», где он может глянуть и прошлогодний конкурс, и всю информацию по специальностям, и, в общем-то, может посмотреть набор, сколько человек, на какую специальность, по какой форме обучения. И можно посмотреть информацию подачи документов, она обновляется у нас для уровня профессионально-технического – это один раз в 12 часов, и для уровня среднеспециального образования она у нас обновляется три раза. За первую неделю работы приемной комиссии подано более 130 заявлений. Подать документы на дневную бюджетную форму обучения можно по 3 августа, на специальность предупреждений и ликвидации чрезвычайных ситуаций – до 12 августа. Немного дольше будут принимать заявления на заочную форму, платное обучение и на уровень профессионально-технического образования. Приемная комиссия работает ежедневно с понедельника по субботу с 9 до 18 часов. Рабочим будет и в воскресенье – 14 августа. Это будет последний день приема документов на платное обучение.